Приветствую друзья. Компания CETRANS, если кто не знает, ориентируется в основном на профессиональный сегмент аудио, однако им вовсе не ограничивается. Так сегодня я предлагаю рассмотреть их относительно свежий портативный ЦАП Hi-Fi M8 версии 2. Где от количества разнообразных переключателей выхода в кнопочек буквально рябит в глазах. Ну и мощности здесь как у хорошего такого стационарного решения. О нем сегодня и говорим. Собственно, поехали. Поставляется аппарат в небольшой картонной коробке, из которой мы узнаем страну происхождения устройства, а также его основные достоинства. В комплект нам положили инструкцию, простенький мешочек, набор силиконовых ножек, ключ, переходник с Type-C на классический USB разъем и метровый Type-C Type-C кабель. Для Lightning, видимо, надо что-то придумывать самостоятельно. Корпус у ЦАПа довольно крупный, полностью из металла и сроднящим его с Pro-сегментом разъемом под штатив. Сверху тоже есть эдакий закос под мониторинг, два столбика светодиодов. Выглядит это конечно эффектно, но кроме дополнительной нагрузки на батарею толком ничего не дает. Впрочем, производитель продумал и этот момент, установив регулятор яркости. Еще на нижней части находится переключатель гейна, два переключателя усиления низких и высоких частот, по факту игрушка. Регулятор уровня сигнала, кнопка переключения входов, кнопка питания, Type-C порт для передачи данных и по нему же может происходить зарядка. Для этого, кстати, предусмотрен еще один переключатель. Четыре светодиода, обычный выход 3,5 мм со 130 мВт мощности на 32 Ом нагрузки. Балансный выход на порядком устаревшем разъеме 2,5 мм с 532 мВт мощности, а также режим экономии энергии стамина. Последний позволяет значительно увеличить автономность за счет отключения всех выходов на верхней части девайса и тех самых светодиодов. Ну и как минус отмечу, что при включении всегда стоит Bluetooth как вход по умолчанию, даже если к нему подключить кабель передачи данных. На верхней же части здесь расположен Type-C порт питания, несимметричный разъем 6,35 мм с выходной мощностью, но куда более солидный 528 мВт и балансный выход на XLR с мощностью до 3,7 Вт на 32 Ом нагрузки. Пересчитывал эти значения на соответствующем калькуляторе, так что могут быть небольшие отклонения в цифрах. Вот этими выходами уже вполне можно пользоваться, хотя XLR в наушниках не сказать, что сильно распространен. А переходник на 4,4 мм выступает из сапа на порядочную величину. Весит М8В2 чуть больше современного смартфона, едва влезает в карман и при работе ощутимо так нагревается. Так что это хотя и портативное, но не совсем карманное решение. По железу нам известен только чип конвертера Asahi Kaseya K4493. Это ранняя ревизия данного чипа. И поддержка беспроводных кодеков AAC и aptX. Никакого мобильного приложения к устройству не предусмотрено. По характеристикам заявлено разрешение до 32 бит, 384 кГц и DSD до DSD512. Мой Windows 10 самостоятельно девайс не распознал, пришлось устанавливать драйверы. Что странно, так как за USB часть здесь отвечает чип от XMOS. Ну и мощности, как вы понимаете, тут хватает для абсолютно любых наушников, особенно через балансное подключение. Драйверы на официальном сайте естественно присутствуют, но это что-то совсем упрощенное. Хотя старые версии Windows и ASIO интерфейс поддерживаются, да и задержку выставить можно. Под Android и iOS сап работает на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного XLR и обычного 6.35 мм выхода на АЦП Иванда Космос. Сразу скажу, что усиление баса и высоких частот ничего хорошего здесь с АЧХ не делают. Если же их выключить, то получаем прекрасную в плане линейности кривую, шумовую полку на минус 140 дБ, приличный динамический диапазон и по сегодняшним меркам средненькие искажения. На балансе они составляют минус 95 дБ, а на несимметричном выходе минус 92 дБ. Взаимопроникновение каналов же полностью соответствует реализации штекеров. В целом это конечно неплохо, но можно было и лучше. В процентном соотношении THD плюс N составляют 364 сто тысячных и 452 сто тысячных процента, что полностью совпадает с заявленными производителем значениями. По подаче же М8В2 не сильно напомнил стационарные ЦАПы где-то с семилетней давности. Звук предельно четкий и просто сверхточный, однако слегка страдающий от недостатка телесности. Ничего критичного в том конечно же нет, просто выбирайте наушники пожирнее. Относительно атак, разрешения и общего разделения инструментов, уверен, у многих эта модель даже вызовет вау-эффект. Звучит она действительно чисто и очень выразительно. Особенно в нейтральность не уходит, без мониторной сухости, но и не сказать, что прямо завораживает мелодикой. Слушается это приятно, но по современным меркам чересчур уж воздушно и не очень глубоко в плане сцены. Да, эшелоны легко читаются, но размаха, как говорится, нет. Оттого лучше всего данная модель проявит себя в тяжелой и другой агрессивной музыке, разнообразной электронике и небольших оркестрах. Вокал заметно так отделяется от аккомпанемента, при этом не затеняя собой звучащие там инструменты, а разнообразные фоновые подложки, практически как на ладони. Если вы любите выслушивать всевозможные тонкости и нюансы записи, это точно ваш выбор. Но еще раз скажу, эмоционально довоздерженный, так что придется обойтись без магнетизма и глубинного погружения. По поводу естественности и однозначной оценки я, друзья, тут дать не могу. Согласен, все супер четко, но в том-то и дело реальные акустические инструменты подобно уровня прорисовки не имеют. Потому это скорее вкусовое решение, лучше подходящее для работы со звуком, чем для его вдумчивого прослушивания. Это точно уровень выше X-DOO с их линейкой XD05 и, например, Earman TR-Amp. Но до стационарной связки из SMSL DO300 и усилителя H-O200 он, увы, не дотягивает. В целом, подача здесь достаточно сбалансирована, с высокой прорисовкой и легким уклоном в мелодику. Разбирая по частотам, тут просто великолепный похлесткости и текстурности бас, немного легковесная, воздушная, но прямо-таки прозрачная серединка и восхитительные по своим характеристикам верха. Они слегка подсвечены, но только чтобы подчеркнуть перкуссионные тонкости и сделать аудиальное полотно более цельным для восприятия. Из дополнительных минусов, не знаю почему, но время от времени у меня проскакивали щелчки, довольно быстро таяла батарея и на чувствительных наушниках на верхних выходах присутствовал легкий фоновый шум. Все это по большому счету ерунда, но впечатление портит. В целом же мне понравилась огромная мощь, точность и заправская удаль данного решения. Металисты и рокеры должны быть в полнейшем восторге. Что же касается акустических произведений и сложной симфонической музыки, все не так однозначно. Лет этак 7 назад это был бы однозначный топ, сегодня же требования к мелодике, да и вообще понимание звука продвинулись еще дальше. Итогом портативный ЦАП CETRANS Hi-Fi M8 V2 буквально будоражит воображение числом своих элементов управления, солидно выглядит и предлагает нам действительно чистый точный звук. Хотя лично я бы его ориентировал скорее для музыкантов, ну или для прослушивания электронной и всяческой электрической музыки. Для чего-то акустического он слишком уж раскладывает звук на молекулы. Инструменты так в реальности не звучат. Впрочем слушается это приятно, картина строится цельная, да и к выразительности у меня вопросов нет. Из минусов отмечу довольно странный выбор разъемов, нагрев, какие-то щелчки при работе, солидный вес, габариты и малое время автономной работы. Да, можно задействовать маломощные выходы, но зачем тогда покупать настолько крутой девайс. Если уж выбрал M8 V2 использую его как говорится по полной. В общем очень достойно, но еще не топ, да и замеры пора бы уже чуток подтянуть. А на этом у меня все. Это был портативный ЦАП Центран с Hi-Fi M8 V2. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DimaTorzok